Событие, которого ждали 40 лет в поселке Комарчага. Сегодня открыли пешеходный переход через железную дорогу. Ежегодно через него будут проходить тысячи жителей. Рядом с поселком еще 16 садовых обществ. Олеся Рожкова продолжит тему. Открываем. Нужно аплодисментами подкрепить это замечательное событие. На открытие пешеходного перехода пришел почти весь поселок Комарчага. Этого события жители ждали давно. Железная дорога буквально делит поселок на две части. На одной – жилой массив и новостройки. На другой – администрация, больница, почта, школа, станция и магазины. Деревянный тротуар был, скажем так. Опасно? Конечно, опасно было. Нет, это когда пути, состав нет, это ничего страшного. Когда состав, то кто обходил километр туда или километр сюда. Кто под вагоны, кто по площадкам, по-разному. Короче, нужен, нужен. Сейчас мы не опасаемся, что прийти в магазин. На той стороне даже магазинов нет. И поэтому мы вот сейчас с удовольствием ходим по этому мосту. Не боимся, это безопасность наша. Спасибо. Пешеходный переход возвели за 4 месяца, но прослужит он минимум 50 лет, уверяют строители. Стоимость объекта – 34 миллиона рублей. Средства выделили из краевого бюджета. Стройка велась в рамках соглашения правительства края и РЖД. Там очень большие обязательства двухсторонние предусмотрены данным соглашением. И вот один из элементов – это строительство вот таких надземных пешеходных переходов через Транссибирскую магистраль. Этот пешеходный путепровод вроде такой небольшой элемент, но он сделал единым, наконец-то, единым поселок Комарчагу. Красноярская дорога с 2010 года планомерно осуществляет строительство аналогичных объектов. Мы начинали на станции Сорокино, продолжили на станции Абакумовка. Очень большой и красивый мост построили на станции Уяр. В этом году мы заканчиваем строительство аналогичного моста на станции Ингарская. И одновременно проектируем мост пешеходный на станции Кача. Благодаря этому пострадавших на ЖД-путях с каждым годом становится меньше. Но строительство пешеходных переходов – это только часть модернизации железной дороги. В августе прошлого года первый поезд прошел по самому длинному тоннелю в регионе – Манскому в Партизанском районе. Это увеличило пропускную способность линии. В июле открыли движение поездов по новой ветке – Авдогромадская в Уярском районе. Она разгрузила южный ход. Теперь часть поездов отправляют на главный Трансиб. Олеся Рожкова, Валерий Чащин, 7 канал, Манский район.